Вот мы набрали в стакан воды. Вот такая вот у нас вода. Посмотрите. Во-первых, мутно. Газы какие-то непонятные. Понюхайте, пожалуйста. Это запах отвратный. Качеством воды жители Червишево и Больших Океар недовольны с начала февраля. Именно тогда запустили новый водовод. Теперь вода поступает не из местной скважины, а из города. Это, считают жителей, повлияло на качество ресурса. Та вода, которую мы пили и в детстве, и сейчас народ употребляет. Чистейшая вода на сегодняшний день пропала. Почему это так произошло? В 2019 году в засушливом была недостаточная воды в летний период по поливу огороду. Но это не значит отсутствие воды на водозаборе. Мы потребляли всего 22% от той воды, которую могла давать скважина. Эти отчеты лежат в департаменте. Переход на городское водоснабжение в управлении ЖКХ Тюменского района считают вынужденной мерой. Анохина, Головина, а также большой участок земель по ДЖС рядом с Червишево тоже нужно было запитать водой. Решить этот вопрос могло только централизованное водоснабжение. Состояние водозаборных сооружений, которые ранее обеспечивали село Червишево, оно неудовлетворительно. Для того, чтобы обеспечить полную потребность тех населенных пунктов, о которых я сказал, необходимо было проведение масштабной реконструкции и строительство вообще новых сооружений. Сейчас вода в Червишево и Большие океары идет с Метелевского водозабора. Для этого построили 28 километров водопровода с тем, что есть отклонения по качеству согласны, но поясняют, что все это временно. Переключение достаточно большое, сети поселков большие, трубопроводы протяженные. Нужно время для того, чтобы состоялся гидравлический режим. В переходный период возможны изменения кратковременной цветности, мутности, но сейчас они все реже. Мы ежедневно мониторим водопроводную распределительную сеть. Вчера брали анализы в Червишево, в Анохина, в Больших океарах. Вода соответствует Санпин по цветности и мутности. Жители океары Червишево это не останавливает. Говорят, готовы идти до суда, чтобы им вернули прежнюю воду. При этом, благодаря центральному снабжению, жители Анохина уже почувствовали разницу. Раиса Ивановна здесь живет 27 лет и говорит, теперь есть чем сравнить. Было стирать невозможно, допустим, на 60 градусов уже не постираешь. Белье сразу становилось желтым. Да, 30-40. А вот уже пробовала на 60, стирку запускала нормально. Тот же унитаз, та же кабина душевая стала намного чище. Благодаря концессионному соглашению, Тюменская вода появится в Боровском, Венделях и Багандинке. Уже идут работы по Московскому тракту. Регион стремится подключить к централизованному водоснабжению даже тех, у кого его не было никогда. Екатерина Кальченко, Степан Потрахин, Тюменская служба новостей.